Здесь будет летний ресторан, камень будет по разным цветам, красиво делается очень, типа японский. Остались последние штрихи, но, как говорят строители, самые важные. Оделочные работы внутри и благоустройство территории. Гостиница станет первым объектом, который сдадут в игорной зоне бухти Муравьины. 140 номеров, два зала казино, два ресторана, один из них на крыше. И это еще не все. Эта гостиница должна стать одной из самых роскошных на Дальнем Востоке. Поэтому контроль со стороны федерального инспектора Олега Бузунова особый. А почему фанера? Можете рассказать? Почему фанера? Почему у них не всегда так? Сейчас строители работают круглосуточно. На стройке задействовано около 600 человек. Закончили все работы по инженерной инфраструктуре и приступили к интерьеру. Федеральный инспектор темпами доволен. Хотя три месяца назад он вынес подрядчику серьезные нарекания, что отстают от графика. За прошедшие 2-3 месяца сделано многое. И чувствуется, что администрация края взялась за этот проект. Туристы увидят зал казино уже через месяц. Решено пригласить на первую экскурсию представителей иностранных и приморских туристических фирм. То есть в конце мая в рамках нашей международной туристской выставки мы планировали сделать здесь презентацию этого объекта, чтобы как раз компания и мы могли показать, до чего мы совместно доработали. Ну и получится. Получится. На завершение чистовых работ потребуется еще около трех месяцев. Поэтому инспектор советует не расслабляться. И к следующей проверке подрядчику подготовить точные графики с выполнением работ. Елена Штейникова, Константин Селезнев, Панорама. Проблема же была в том, что...